Добро пожаловать на еженедельные уроки Торы. Наша еженедельная глава – это Паша Скорох. Главное действующее лицо еженедельной главы Корох – это Корох. И Скорох вошел в историю еврейского народа с тем, что он начал восстание против Мойшар-Абей. Восстание, спор. Еженедельная глава начинается, что Корох отделился с такой перевод на русский язык. Сейчас мы посмотрим, как оно в оригинале звучит. Он взял с собой потомков Ругана. И он взял с собой еще было у него 250 знаменитых, знатных людей еврейского народа. И он вот там сказал, что почему вот это беспредел. Мойшар-Абей на себе все берет. Он назначил себя главой народа. Твой брат назначил тоже главой народа. И началось восстание. События этой недельной главы, на самом деле, уже прошло более 3000 лет. Тогда мы тоже читаем. Конечно, мы каждый год читаем это еще раз, еще раз. Нам кажется, что все очень далеко. И нам, конечно, история интересная, повторяется. Поэтому я хочу начать сегодняшний урок. Это история, которая произошла побежья к нам. И несколько причин, почему я хочу начать с этой историей. В вступлении к недельной главе Корах. Сколько вся недельная глава, вокруг и до округа, вот это история, споры. И что из этого получается? На самом деле Корах оплатился жить. Погибло очень много людей, погибло. Сам Корах погибло. Потом 250 людей погибло. Потом дальше тысячи людей погибли. Еще, то есть погибли многие люди, почему они по-разному погибли. И из этого спор. И вот если говорят, что сорт, спор, когда происходит лет к норе, то что очень страшно. И от этого надо очень, ну, убежать и избегать. Поэтому я хочу рассказать историю, которую я недавно слышал. Может, даже я когда-то ее рассказывал. Если вы слышали, послушайте еще раз. Которая произошла не так давно. Она произошла с статерстатер. Это папа. Это знаменитый Верхан Канецкий, который недавно в Израиле умер. Его отец, который, кстати, он родом из Белоруссии. И он в Израиле, значит, он живет в Израиле. Это произошло, ну, примерно, до 70-70-х годов. К нему пришел еврей. Он был в Рашколье. Рашколье. Рашколье – это как бы ешива для женатых, как же, для более взрослых. Которая семья, и они там учатся. И там есть глава вот этого колья, как бы он сказал. Рашишил, я с колью. И он пришел к статеру, в великому родину, для благословения. Теперь, обычно, когда приходят к родину по Сильброху, очень часто пишут на бумажке свое имя. Есть такое же обычае, когда, например, на кольце, на плаче идут, пишут бумажку, когда на могилу садиком ходят. И когда живым мам, когда живым садиком приходят, очень часто приняты писать свое имя, имя своего, и мамы, и детей, и пишут. То есть, так приняты. И пришел от этого школьного крови, ну, куда-то, ну, вот, в статеру Гоин, за своей бумажкой. На бумажке было написано имя, имя его звали Яков. Он дает бумажку, и просит, хотя броку попросить. А статер, и вот, вопрос, как тебя зовут? Он говорит, меня зовут Яков. И на бумажке было написано Яков. Он говорит, тебя зовут Шлойман. Он говорит, тебя же зовут Шлойман. Он говорит, меня зовут Яков. В чем-то интересно, там, статер, он, 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 он очень плохо слышал. Он на дно ухо себе отморозил, кстати, в российской армии. У них эта история, как это произошло. И когда он уже пошел, он очень плохо слышал, потому что ему надо было кричать. И это говорит, ты меня зовут Яков. Яков говорит, я вижу, тебя зовут Шлойман. И я говорю, я не знаю, но я знаю, как меня зовут. Он говорит, знаете, может быть, я знаю, что произошло. Потому что статер, вот, кстати, как, может, ты как-то можешь понять, что-то произошло. Он говорит, может быть, какое-то время назад, Эльд Рашко был в Америке, он собирал деньги на свой колец. То есть кто-то же должен платить зарплату этим самым животникам. Он приехал в Америку, он там ездил в богатые общины Америки, которые давали много денег, они хотели, чтобы, как бы, чать этой торы, чтобы через досугу. И он приехал в общину. И не указано, какая община, сейчас вы увидите, почему. И он пришел в эту синагогу, он там выступил, собирал деньги на свой колец. И почему-то президенту этой синагоги он не понравился. Может, мне тот сказал, он дав вас, смотри. А, короче, он поссорился с президентом этой синагоги. Хорошо. Не хорошо, но поссорились. Он ушел, ему там много денег дали, он ушел в другую синагогу. Он в другой синагоге собрал деньги. И в другой синагоге один из, там, маняческих синагогов, очень зажегся. Мне кому-то понравилась очень эта идея, вот именно вот этого Коллина. И он сказал, вот знаете, он выписал чек на 500 долларов. И 500 долларов. Тогда это были очень большие идеи. И мы встречаем все замечательно. Потом оказалось, что этот чек, который выписал на 500 долларов, чек, он родственник его президента. И президент, когда об этом узнал, он позвонил своему родственнику. Это был брат его жены, что он был близкий родственник. Так президент позвонил ему, говорит, что? Ты даешь деньги туда? Как? Что? Где? Он говорит, так. Я хочу, чтобы ты отменил чек. Отменил чек. Ну, как бы неприятно, но он с другой стороны. Знаете, Коллина-Коллина. Ссориться с родственниками тоже не хочется. Он сто раз изменился. И он, кстати, он тот отменил чек. Так, когда кто-то рассказывал эту историю, я сейчас смотрю, что я его рассказывал. Сказал, что как только тот отменил чек, язычный отменил ему года жизни. И вот этот президент, президент, для которого что-то случилось, он очень скоро после этого умер. Довольно-таки неожиданно. И вы знаете, где-то в школе вспоминали. Интересно, что его звали Шлойман. Интересно, что его таки звали Шлойман. Тогда сказал, что я все понимаю. На самом деле, ты уже свои года отжил. Мы не знаем, сколько это суждено. Конечно, мы все говорим, что мы на 120 пришли, сюда на 120. Конечно, 120. На самом деле, тебе было какое-то определенное время в этом мире жить. И ты его отжил. Почему ты до сих пор жив? Ты сейчас живешь за счет этого Шлойма, который оставил тот чек. Те годы, которые у него забрали, их дали тебе. Поэтому тебе это понятно. Интересно, что эта история, откуда эта история? Эта история рассказывал Скленный Рэбе. Скленный Рэбе, это очень большой Рэбе. Он так жил в Америке. Он эту историю рассказал своему внуку. Тоже интересная история. История в истории. Что внук этого Скленный Рэбе на следующий день должен был жениться. И он пошел к дедушке, тоже забрали. И дедушка ему рассказывал как в родилейскую семью. И потом пришли Габаи и ему говорят, слушайте, уже час ночи, если его не отпустить домой, он завтра на спать будет. Спать должен идти. Скленный Рэбе сказал, еще одну вещь я должен ему рассказать. И он ему рассказал вот эту, своему внуку, вот эту вот историю. И, кстати, он сказал, что стапер, он на лбу чекел, он на лбу видел его. Так он сказал, что если ты во время свадьбы сейчас какая-то слеза пойдет, так возьми, потри себе лоб. Садикам всегда говоришь. И по слезам. И это было как бы переди, там что-то не то. В любом случае, то есть эта история от садик, который, один садик рассказал про другого сада, как эти садики не жили 3000 лет назад. История, которая, люди, которые помнят садик, которая случилась. Поэтому, когда вступление к нашей, теперь вернемся теперь к Короху, все эти ссоры, одно дело Короха, землявка глотила 3000 лет назад. Это в наше время, то есть люди, наши современники, могут, не дай бог, потерять года жизни. Мне кажется, это немножко по-другому будем смотреть на законы этой недельной главы. Еще одно вступление я хочу маленькое сделать. Очень часто в комментарии на Тору и современные книги говорят, что вот, как плохо есть махлойка, махлойки ссоры, споры, это очень плохо. И в 3-й век, к сожалению, очень часто во все поколения были споры. И мы будем об этом говорить. Я хочу сделать очень важное вступление, что евреи, на самом деле, наш народ. Они с чем гордиться. Они на самом деле очень дружны. И это не дай бог где-то какому-то еврею, что-то случилось, перейдут ему на помощь. Когда не по хорошим поводам было, но когда-то что-то случилось, когда государство Израиля сразу посылает помощь, что он где-то какой-то еврей попал, где-то что-то. Мы на самом деле очень дружим, друг за другом чувствуем, и всем друг другу хотим помочь. У нас есть очень много чего хорошего. Аман, когда Аман, по-хашвену рассказывал, какие идеи плохие, он сказал, что евреи, они разбросаны по всему миру. Они разбросаны, они не дружат. Аман смотрел на евреевский ноутбол, такие идеи плохие, они всегда ходят. На самом деле, мы должны не забывать, что мы очень дружные, мы друг друга любим, и действительно, они все похвастают. У них есть организация, например, организация Ацола. В многих странах мира есть организация Ацола, в Америке, в Израиле. И есть организация, которая спасает, есть машины, которые сейчас можно в любом моменте позвонить, что-то надо. Есть организация, которая помогает материально. Есть организация, которая помогает не только материально, но люди приезжают помочь. Нам нет, чем хвастать. И приятно быть частью этого великого народа. Но мы, вместо того, что хвастать, сейчас я хочу просто посмотреть урок, что, к сожалению, вот в этом великом народе, чем на все это очень много хорошего, но, к сожалению, иногда бывают вот эти ссоры, бывают эти самые раздорья. К сожалению, в каждом поколении детского народа евреи страдали из-за этого. Второй храм, в конечном итоге, почему был разрушен, потому что поссорили два еврея. Тулканцы, Барканцы, история, если мы будем, может быть, рассказывать, объезжать 9 маву. В конечном итоге, храм разрушили из-за 42 евреев. И в каждом покорении был момент, когда евреям уже собирались дать разрешение отстроить этот храм, где опять поссорили. Многие из нас, к сожалению, к сожалению, все, кто слушает народ, наверное, знают, что есть, не знаете, одной синагогой была ссора, синагога разделилась на две части, в классе и шеи была ссора. Там, в смысле, к сожалению, еврейские нам страдают. Поэтому, учитывая, что в нашей недельной главе написано, что «И да не будет среди вас как корох». То есть, запрет, некоторые комментарии говорят, что есть запрет делать ссор. То есть, это запрет, то есть, в котором написано «не пушить свинину», в котором написано «не нарушать субботу». По некоторым мнения, есть запрет не только что не ссориться, не подграсывать как бы дрова в огонь. Это должно же ссора есть, не ссориться. И теперь давайте посмотрим практически, какие уроки от Коруха. Первый вопрос, как действительно Коруху удалось поднять еврейский народ на Мойшарабэль. Против Мойшарабэль. Мойшарабэль его все любили. Мойшарабэль это тот, который был в Европе, он раскрыл море. После того, как море раскрылось, написано, что евреи поверили в Бога и в раба его Мойши. То есть еврея была вера в Мойши. Мойши был посредником между Богом и евреями, когда дали гору сына. На горе Синаи Тор. Когда евреи сделали золотого отельца, кто их вымолил? Мойшарабэль. То есть Мойши все любит. Первый вопрос, как удалось Коруху это сделать? И на его ошибках мы можем учиться, чтобы мы такого не делали. Подчеркивается очень интересно. Написано, во-первых, что он взял с собой, он был корох, написано он был корох, он был сын Лейви. И мне написано, что он сын Якова. Подчеркивается, что в другом месте Танаха написано, что он был сын Якова. Я почему не написано, что он был сын Якова. Кого он с собой взял? Он взял с собой Эльява, Селата, сына Рубана. Почему именно Рубану? Это одно из объяснений. Потому что Рубан на самом деле должен был быть первенцем. Колено Рубана. Рубан должен был первенцем. По идее, он должен быть икоином. Он должен был первенцем быть. Он должен быть Санураном. Его полностью всего лишили. Кто его, кстати, всего этого лишил? Яков. Яков, этому с комиссией назад учили, Рубан был вспыльчивый. Яков забрал у него первородство. И Яков дал Атаневитам, дал Тойосиму. Такое. Корох говорит. Я за справедливость. Вот Яков. Я даже не хотел написать, что он потомок Якова. Он как бы спорит с постановлением Якова. Потому что давайте он взял этих несчастных, как он их называл, сейчас посолков Рубана, которых ущемили, которые они такие бедные. Давайте, мы за свободу, за равноправие и так далее. Идея тоже, что Саша подчеркивает, что они, когда в Редский стан располагался, часть Короха, где Корох жил, и колено Рубана, они были рядом. Наши мудрецы говорят, что несчастье Раша, Раша-то негодяю и злоделю, и его соседи тоже страдают. Тоже Корох повлиял именно на соседей, на Мурок. Когда человек живет, он может быть большой стадиком, праведником за все, но когда вокруг него живут люди, которые нехорошие, слово нехорошие, по-разному можно понимать, оно на него может влиять. И даже если он не влияет на него, оно может влиять на его детей, оно может влиять на... Никто не знает. Наша недельная глава, еще раз подчеркивает Корох, взял Ивана, и сказал, что я за вашу справедливость, я хочу вам помочь. Он взял Сандея именно Рубана. Собой. Еще интересно, он сказал, что в Аиках, я сказал, что начало недельной главы, которая начинается, со всех периодов, которые я видел, написано, что он отделил. Усамаде в оригинале написано, что в Аиках их как-то взял. Некоторые говорят, что он взял, как бы себя отделил. Некоторые говорят, что он взял вот этих взял, то есть уговорил эту общину с собой пойти. Некоторые говорят, это очень интересно, в Аиках он взял, он хотел себе что-то взять. Что же он хотел себе взять? Он был очень богатый человек в нашем мире. И говорят, он нашел большой класс, и он был одним из самых богатых людей в мире. Он был очень цариком. Он был частью коленов левитов. Кахат – это тот, который отвечал на самую святую часть мишканов. Потому что он был один из самых святых членов евреевского народа. То есть у него были деньги, у него было все. Но он хотел еще больше славы. Ему что-то не хватало. Как в Аиках он хотел еще. Это была его страшная ошибка. Корах, само его имя – это лысина. Корахат на святом языке – это лысина. Ирашки говорит, что он таки сделал лысину в ветском народе, потому что победили люди. Когда Зинара с Петерсой получил, что он был лысином в ветском народе, так я в Афоне очень интересно. В Аиках он думал, что он себе возьмет. А получился Корах, получился наоборот лысином. Хотя в эту историю, когда люди иногда хотят себе, хотя на самом деле они теряют очень часто. Но Корах поднял народ. И опять-таки старый прием. Мы справедливы, мы все за народ. И он хотел, почему Шарабейна управляет нами. И тут входит очень интересный момент, который, к сожалению, тоже часто бывает. Так называется, что он делал это во имя небес. Он это делает в Ишем Шамай. Ишем Шамай, это переводится как во имя небес. В Ишем Шамай. Мы можем все справедливы. Ирония судьбы, что есть смешно. Мы сейчас напоминаем, что есть в трактате АВОС. В 5 главе Миттерхея АВОС. В последовании там есть Мишна. Что есть два вида ссоры, спор. Есть спор, то есть когда разногласия. Ссоры, то есть спор, которые во имя небеса встретят. И этот спор действительно, он не придет к истине. Это будет хороший спор. Другой пример, это спор у школы Елеля из школы Шамая. Сейчас вот немножко читаю. Мишна из Гимора. Очень знаменитый. Это Бейт Шамай. Они часто у них разногласия. Гимора приводит, что некоторые разногласия заняли два с половиной года. Они пытались прийти к общему решению. И они действительно, у них были очень много споров. Но эти споры, написано, это было во имя небеса. Потом Мишна говорит, что если спор, который не во имя небеса, ничего из этого хорошего не получится. И Мишна приводит пример, что такое этот спор. Спор Короха и всех его сообщников. Хотя скобочек написано против мощи. Интересно, как-то Мишна неправильно написано. Они спорили между собой. Сейчас мы к этому вернемся. Но ирония судьбы, что Корох, который говорит, что я ради небеса, я хочу, наоборот, все мы святые. Почему Мишна? Мы все святые. Мишна говорит, что это пример. Это классический пример, когда люди не во имя небеса. Чтобы еще глубже смотреть. Знаете, почему Корох начал этот спор? Одно из объяснений, потому что у него была пророчество. Он видел, что у него будут великие потомки. Его дети написали несколько отрывок из Медикталии. Его потомок, это Шмой, пророком известен. И он видел, что из него идет великое потомство. Так он понял, что он видел, что он великий человек. А почему-то Мой же считает, что он великий тоже великий. Получается, он пророком был. Он пророчески увидел, что из него было великое потомство. И это пророчество, и к чему это довело? И тогда мы видим страшного человека, который действительно святой человек. Действительно святой человек. Который действительно, он занимался, он слушал храм. Мишкань. Он действительно был великий. И вот это есть ферроразм, это желание, что еще чего-то. Это его привело к Махлойкосу, спору, который был не во имя небес. Но доказать это очень тяжело. Когда человек раз ушел, он не дай бог, он говорит, что я делаю это во имя небес. Вы теперь не застанавливаете. Обычный человек, когда он какой-то грех хочет совершить, можно объяснить, что нехорошо, это как-то, ну что-то. Евреи так не поступают. А тут он делает миссию. Самое страшное, когда человек думает, что он делает миссию, что он еще во имя небесное делает, уже нельзя его остановить. Тогда комментарии задают такие вопросы, откуда таких знать. Когда сам человек внутри себя. Вот я чувствую, например, что я хочу во имя Всевышнего сомстить кому-то, в случае сомстить. Так вот Ападорин, например, действительно, еврейский нарго. Бывали ситуации, когда он всегда молчает. Когда же мы можем определить, если спор, ссора, это действительно во имя небес, чтобы узнать действительно правду. Или спор не совсем во имя небес. Так одно правило, что если люди, которые участвуют в этом споре, они на самом деле друга любят. Потому что написано очень интересно. Все, интересно. Обычно переводят всякий спор, который во имя небес. Но колнат это есть. Если он только во имя небес. То есть ничего отследовать человек не хочет. Чтобы действительно те люди, те раввины, которые действительно спор во имя небес, они друга очень любят. Они на самом деле друга очень любят. Они друга уважают. Они другу обещаются как раввинам. Но у них есть разногласия. Я интересно, один раз я видел. Я был в Израиле. И там Ешива для русских ребят. Там Материан Берин. Они сделали очень большой. Трапеза была. Там была барница у кого-то. И там присутствовали два главных раввина в Израиле. Там был уже покойный Мортха Ильо. Главный сепартский раввин. И там был главный ашкенацкий раввин того времени. Это Радуссроя Лау. Здесь два главных раввина. То есть главный раввин сепартский и главный раввин ашкенадский. И они одновременно пришли в зал. И они пришли к двери. Одновременно. Я это видел. Они одновременно пришли к двери. И я видел, что каждый... Говорил мне, вы едите первые. Я видел, как они ссорились. Я видел. Каждый, что было? Они на минуту стояли. И кажутся, вы первые. Понимаете? Когда мы видим, опять-таки, все мы знаем, что бывает иногда разногласия между евреями ашкенатского происхождения и ашкенатского происхождения. Бывает. Есть разные обычаи. У нас это красота евреевского народа. Спарские евреи, ашкенатские евреи, грудинские евреи, мухарские евреи. У них есть разные обычаи. Иногда бывает разногласия. Но эти разногласия никогда не должны были, потому что что-то плохое. Да нет, давай сказать. Каждый раввин другого уважал, другого любил. Иногда бывает разногласия. Один раввин, кстати, интересная история. К одному раввину, где у нас пришел еврей. И не важно такие имена. Самая история важна. И он говорит, вы знаете, у нас в городе есть скор двух великих раввинов. Один раввин говорит так, другой раввин так. Кого мне слушать? Он так наивно пришел, кого мне слушать? Тот, кого он спрашивал, понял, что он хочет сделать. Он хочет, чтобы ему сказали, надо слушаться этого. И он предложит, ааа, вот рабай такой-то, сказал, что надо слушаться. Вот, я же вам говорю. Он хотел, как ему сказали, очень интересно, ему сказали. Знаешь, когда я спрашиваю двух раввинов, если слушаться одного раввинов, то есть два великих действительно раввин. То есть какой-то, например, великий раввин. Один сказал, что, например, это вещь кошерная. Другой великий раввин скажет, что эта вещь не кошерная. Давай. Спор великих раввинов. Или эта вещь. Один раввин скажет, что это кошерная вещь, ее можно кушать. И говорит, нет, ее не закушать. Кого бы ты не придерживался, тебе с ногой положиться. Например, ты придерживаешься мнения этого родина обычного. Хорошо. Единственное, кого положиться. Но если ты поддапливаешь дрова в огонь и делаешь спор, это тебе никогда не простит. Так надо учиться. Синогога очень часто бывает. Бывают разногласия с синогогами. Бывают разногласия в общении. Если действительно это все во имя небес. Если те люди, которые у них разногласия друг друга любят, они обычно смогут прийти к общему знаменателю. К сожалению, очень часто люди, которые святые люди. Мы видим, короком был святой человек. Люди, которые великие. Они раввины действительно. Они хорошие люди. Но когда доходят до Махлойки, то, к сожалению, и в мире такое бывает. Есть разное объяснение, почему. Бывают Махлойки. К сожалению, он не всегда лошай в шамах. И еще, кстати, одно правило. Как узнать, или это хороший спор, или нет. Когда спор такой, что всем хочется послушать, что происходит. Когда всех там несет. Вот надо узнать, надо доказать. Потому что там явно не кошель. Обычно, когда Мишан и Елис, я не знаю, мои слушатели, которые переживают за Елиля, за Шамана, мы читали. Такое мне, такое мне, такое мне. И в середине годы спор. Этот сказал так, так, почему. Откуда берется это? Ну, не просыпается. Хотя, если это нет хорошего источника. Так если человек чувствует, что вдруг ни с того, ни с него. Он такой, он микс-то делает. Как получится. Вдруг у него такое желание сделать миксу, кому-то доказать правоту. Надо, значит, скорее всего, вот это желание сделать миксу, оно не происходит из-за чего-то хорошего. Вопрос теперь, окей, теперь мы знаем, что вот спор, к сожалению, что теперь делать? Я, конечно, не спорю, это самое хорошее, но хорошо, что теперь делать? Как избежать этих спор? Как человек, действительно, когда чувствует, что его застасывало? Хороха, в конечном итоге, его прямо в суде застасывало. Кстати, чего упомянуть? Бог, когда создал мир, тоже мир, кстати, в Веркей-Воде, тоже в пятой главе. Это понятно, что в пятницу, прямо перед конец создания мира, Бог создал несколько вещей. Первое из них, Бог создал трещину к земле, чтобы эта трещина прогулкила корохом. Причем комментарии говорят, на самом деле трещина часто бывает. Есть фотографии, кстати, когда они не забыли во время земли трещин, не бывает трещина, люди падают в бездну. Такое-то бывает такое. Здесь в истории написано, что она раскрылась, земля, они упали, и земля закрылась. Это было чудо. То есть мой шаревейнер сказал, что если они просто умрут, может, я так и не прав. Если произойдет чудо, и чудо было двойное. Чудо было, что земля раскрылась, но потом земля закрылась. Такого никогда больше не было. Так как же в детстве вас, не дай Бог, не засосало? Есть несколько интересных, простых примеров. Хотя надо понять, когда человек понимает, что все от Бога, когда человек знает, что то, что у него, это от Бога. Он не хочет больше. Одна очень интересная история была. И большой ребенок жил в Израиле. Но, к сожалению, не было лишних денег. Бывает такое. И он пришел домой. Давно было. Его жена говорит, знаешь, я сделала два бутерброда. Я положила масло. И интересно, пришла кошечка, придержала, кошка прибежала и съела масло с своего бутерброда. Так, он говорит, что жена не съела масло с моего бутерброда. Жена подумала, что она, наверное, подозревает, что это был не то бутерброд, это был ее бутерброд. Она говорит, что это был моё бутерброд. Я сделала бутерброд. Я свой съела. С своего бутерброда кошка съела масло. Он говорит, нет, кошка не съела масло с моего бутерброда. Он говорит, если это было не моё масло, если кошка съела, значит, это было не моё, значит, это от Бога. Значит, не судьба. И этот человек смотрит. Другой пример, тоже замечательный пример. Один человек из села, который никогда не видел машин, ничего не видел. Приехал в город, и видит, как все ездят на машину. И все ждут. Стоят цепочки машин Часто на месте не ждут Значально такие хорошие люди Интеллигентные Он не знал, что такое, как цветопор Он не знал, что красный цвет, зеленый цвет Он не знал, что это здорово На самом деле, человек в жизни Очень часто чувствует Почему моя машина не едет? Что происходит? Давайте ехать, что мы ждем? Сейчас красный И если ты не подождешь Наоборот, ты врежешься во что? Сейчас красный цвет В каждой жизни человека бывает ситуация Когда его машина остановилась на красный цвет Надо просто подождать Пусть те, которые сейчас зеленый цвет проедут Они тебе ничего не забирают Как человек чувствует, что как будто Если сосед купил дорогую Какую-то вещь, как будто у меня что-то забрали Причем он тебе вещь не забрал Он твое масло не сможет скушать, правильно? Если человек смотришь Он живет в этом мире, что есть светофор Небесный светофор Который иногда тебе показывает красный Иногда тебе показывают зеленый Желтый То есть остановись немножко Да легче жить Это тебе не надо спорить Просто у них сейчас зеленый Тебя сейчас красный Помрачи Еще один очень Ну полезный совет Тоже все эти советы Они приходят Ну примерами Что на мой взгляд Практические примеры Они легче запоминают Рассказывают Можно назвать так как басни Про зверей Тоже все любят Все мы дети немножко Рассказывают историю Когда лев Старый зверей Он шел по лесу От джунгл И он такой голодный был Он весь день не кушал И ему навстречу осел Он говорит Осел Ну понюхай Чего у меня с гордопа Ну осел Он осел А вы же понимаете Лев весь день не кушал А осел Ой воняет Лев говорит Как разговаривать В старом зверей Он успел Разорвал Идет дальше Встреча ему волк Волк уже видел Что произошло со словом И когда левого спросил Ну лев Лев ему говорит Ну волк Ну что у меня там Пахнет что-то Он мне что Ваш предсказательство Такой аромат Как приятно Как сад Цветы Он что ты меня обманываешь Что ты глупости говоришь Он этого льва Лев разорвал этого Волка Тоже съел Ну кто третий Лисица Правильно Мы уже знаем Более не менее Эти истории Встреча идет Лисица А лисица Видела Что случилось Со словом И что случилось С волком И тут лев Ее спрашивают Лисица Ну а что ты скажешь Что у меня Старта Несет Не несет Вы знаете У меня сейчас Нос заложен Извините пожалуйста Я не очусь У меня нос заложен Простите Когда в жизни Есть люди Которые Они все время Что-то 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 Они нюхают Вот он просто Плохо сделал Вот он Почему на меня Так посмотрел Почему он так сказал Они Они Вынюхают И ищут Проблемы Есть такой тип Людей Ими тяжело жить Их Жалко У них все время Что-то плохо Их все время Обокрали Кто-то их обокрал Кто-то Что-то Не забрал Кто-то Нечаянно На него Плохо Посмотрел Нечастные люди Почему Потому что Они всегда Где-то Что-то Плохо Где-то Если человек Какой-то Спорт Я не знаю Я плохо Я не разбираюсь И так далее Зачем Зачем Человек должен Чувствовать Мне рассказывают Сейчас Это В еврейских Общинах Несколько Един Рассказал Вот сейчас Разные Политические События Происходят И конечно У каждого Еврея Если что-то Происходит В мире Надо Быть Своё Мнение Твоя точка Зрения Где бы я не жил Хотя Все события Происходят За 3-9 земель У меня Началось Своё мнение Кто прав Кто Ниноват Надо Сделать Так И вдруг Я узнаю Что в моей Синагоге Кто-то У него Другое мнение И люди Сидиод Не рассказывают Синагогах В Израиле Не рассказывают Синагогах В Израиле Не рассказывают Что в Америке Люди Не разговаривают Друг с другом Из-за этого Ради чего Потому что Я считаю Так Как он считает Так На хвойке Которая явно Не во имя небес Мало того Что там Проблема происходит Так зачем Из-за чего Просто молчать У нас есть разногласия Он думает так Он думает здесь Ничего страшного Человек должен Меньше искать Проблемы Лучше всего Сказать Что у меня Заложено Теперь Я когда-то Рассказывал Он говорит Ну это тоже Нельзя Иногда Действительно Нельзя молчать Да Бывает ситуация Очень-очень Редко Действительно Кого-то Хотят Опозорить Иногда Кому-то Хотят Нанести Ну действительно Травму Что-то Действительно Надо Помочь Сказать Защитить Бывает Но Когда это Глянется Во имени Действительно Во имени Но Обычно Человек Просто молчит Он не знает Он уходит Это Самый Самый Хороший Способ Избежать Любых Любых Споров Теперь Следующий Интересный Монент Тоже В нашей Индийной Главе Когда Аарон Должен был Доказать Что действительно Он глава Колена Леви Что действительно Леви Это важное Колено Мойша Сказал Мойша Каждое Колено Даст Посох Леви Его представитель Аарон Дал свой Посох Они Поставили Посох И В следующий День Посох Аарона Расцвел Появились Цыточки Появились Почки Появились Миндальные Орехи Все Увидишь Браха У Аарон Нашему Докторю Почему Миндальные Орехи Почему Яблоки Миндальные Миндальные Орехи Есть Гемора Не связаны Ни с чем Просто Гемора Рассказывает Это очень много Разных Мечна Гемор Который Из Израиля Когда В Израиле Много Законов Какие Что Надо Делять Как Нас Делять Есть Гемора Который Рассматривает Всякие Законы Там Рассказывают Миндальные Орехи Есть Два Больше Не смоются Очень Горькие А Есть Другой Вид Наоборот Когда Они Маленькие Они Горькие А Когда Они Подрастают Больше Смотрят 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 И там Разница Разница Если С одного Вид На Другой Делять Десятин Разные Законы Миндаль Это Очень Интересный Вид Миндаль Есть Миндаль Которая Начинается Сладко Заканчивается Горько А Есть Напоминание Любой Спор Если Человек Хочет Чтобы Было Все На Него Сладко Иногда Вначале Надо Просто Помолчать Замы Ситуация Когда Человек Неприятно Когда Его Обидели Его Задели Хочется Ответить И Есть Чем Ответить Потом Явле Явле Что Сказать Он Помолчит Скорее Всего Потом Будет Сладко А Иногда Человек Отомстить Сказать Догнать Еще Рассказать И Другим Рассказать Приятно Не Сладкий Шарим Говорит Что Нет Сладости Нет Приятного Чувствения Чем Медь Это Знаешь Смотрите Еврей К сожалению Мы Люди К счастью Мы Люди Но К сожалению Мы Это Понимаем Что Медь Это Сладкая Вещь Миндальная Редь Надо Напоминать Иногда Человек У него Сладкое Сладкое Место Потом Будет Очень Горько Многие Люди Начинают Корок И Кричают Наши Медни С Другой Стороны Очень Часто Были Люди Которые Просто Помолчали Запишу Им Займон Ой В Равина В Иерусалине Его Кто-то Очень Опозорил Он Был Один Из Главных Равиновского Поколения И Были К сожалению Не Очень Умные Люди Они Позорили Они Позорились Позорились Так Его Ну Что Он Сказал Внуку Он Сказал На Раис И Веган Закан Это Позорили Написано На Раис Я Был Молодым И Потом Состарил Он Сказал Послушай Послушай Меня Я Зал Свою Бороду В Фотограме Красивая Белая Борода Была Он Сказал Сюда Я Был Молодым Я Состарил Сказал Свою Бороду Если Ты Хочешь Чтобы Все Было Хорошо Надо Молчать Доказать Правоту Не Доказать Правоту Поверь Мне Если Час Помолчи Все Там Будет Дышать Сотни 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 Когда Люди Молчали Потом Есть Еще Бог На Свете Где же Светофор Если Помолчите Все Будет Потом Хорошо Бывают И Включения Но Если Кому Хочется Отомстить И Почувствовать Временную Сладость Подумайте Что Будет Потом Вспомните У каждого Я уверен Что У каждого Чем Человек Взрослее Чем У него Больше Опыта Жизненного И Каждый Может Вспомнить Или К сожалению С ним Что-то Случилось Или Среди Его Знакомых Когда Спор Ссор Ничему Хорошему Это Не Приводит Еще Важный Тоже Момент Раз Мы уже Говорим Про Махлой Не Напрямую Связано Есть Такое Понятие Что Если Кто Действительно Неправ Ну Теперь Его Можно Уже Позор Он 100% Неправ Иногда Бывает Что Чтобы Отомстить Показать Так Приводится Очень интересная Вечь Что Мой Шеробейн Что Мой Шеробейн Сказал Что Если Они Погибнут Простой Смертью Вы Правы Я Не Прав Вы Правы Если Произойдет Чудо Тогда Я Правы Мой Шеробейн Говорит Они Умрут По Любовь Чтобы Доказать Свою Правоту Я Думаю Что Какое Чудо Совершено Почему Потому Что Если Они Просто Умерли Я Сказал На самом Деле Мой Шеробейн Не Прав Поскольку Его Опозорили Они Попротим Жить Поэтому Единственное Как Мой Шеробейн Доказать Свою Правоту Должно Было Было Сто Чудо Если Просто Они Погибли Зачем Бог Не Доказали Потому Что Иногда Даже Люди Которые Правы Страшная История Люди Которые Правы Но Поскольку Они Опозорились Другого Они Должны Поплотиться Поэтому Мой Шеробейн Должен Должен Какое-то Чудо Чтобы Доказать Свою Правоту Дальше Тоже Интересно Когда Презошло Если 50 Людей Пришли С Ставканы Они Пришли Жертвоприношение Они Они Погибли Бог Сказал Пусть Сын Аарона Возьм Сын Аарона Соберет Их Почему Сын Аарон Почему Не Аарон Почему Не Сам Аарон Так Очень Интересно Если Был Сам Аарон Те Люди Те Люди Которые Поплотили Жизнь Для них Это Глуб Удар Представьте Эти Семь Семь Этих Людей Которые Они У них У нас Погиб Ни Папа Ни Брат Ни Муж Да Вот Эти Погибших И Потом Аарон Который Победитель Приходит И торжественно Собирает Эти Кубок Знаете Я Победил Это Был бы Еще Один Удар Бог Не Хотел Это Делать Поэтому Он Подолстый На Аарон Извязано Что Аарон Был Прав Они Были Неправы Но Некрасиво Если Аарон Было Поближе К нам Ему Отроводит История Когда В Ешиве Главная Ешива Была Израиль Прошел Спор Великих Равин Целая История Почему Где Главой Ешивы Вождем Неверского Наверное Был Рабан Гамлея Рабан Гамлея Подсолился Среди Ешов И Он Поступил Неправильно С точки зрения Все Ешива Поступил Неправильно Они Сказали Уже Не первый раз Его сместили С должности И вот История Рабан Гамлея Сместили С должности Вождем Он Неверский Импичмент Удивеем Уже было такое Его сместили С должности И потом Возник вопрос Поскольку Он опозорил Рабь Ешова Теперь возник вопрос Кто будет Следующим Рабь Ешива По идее Вопрос Спор был Раб Гамлея И Рабь Ешов Два Значайших Рабина Были Рабь Гамлея И Рабь Ешов По идее Рабь Ешов Рабь Ешов Должен быть Рабь Ешов Рабь Ешов Не может быть Следующим Рабином Потому что Они же повторятся Если он станет Рабь Ешов Будет некрасиво Поэтому Рабь Ешов Должность Отпадает Потом В итоге Рабь Ешов В Назаре Это тот Который Вагеден Он говорит Мне как будто 70 лет На самом деле Ему было 18 лет Его назначили Рабь Ешов У него была Борода Небелая 18-летняя парнишка Ему побелела борода Зачем я все Рассказываю Рабь Ешов Не мог Рабь Ешов Потому что Он был Частью Этого спора Если бы Рабь Ешов Это было Ударило Немножко Обидело Рабь Ешов И все Какие Рабь Ешов Видим Что даже Когда человек Прав Рабь Ешов Таким Оластический Прав Он действительно Прав И его Кто с ним Спорил Неправ Это не дает Ему никакого Права Его позорить На него кричать Разрешать Голос И так далее У вас есть Ссор У вас есть споры Ты считаешь Что ты прав Ты уверен Что ты прав Если Бог Скажет Что ты прав Неважно Нет никакого Объяснения И оправдания Кого-то Позорить Шлой Мазаман Овербро Который Я только что Девоксировал Шлой Мазаман Он пишет статью Он пытается Отнести Почему Если вопрос Опозорить кого-то Или нет Нельзя нарушить Субботу Нельзя нарушить Субботу Аллахически Нельзя Если например Я знаю Что сейчас Не дай Бог Кого-то Опозорить Единственное Как я могу Спасти его Что его не Опозорили Если я нарушу Субботу Что Мазаман Говорит По идее Когда его Позорят Так как будто Его убивают Емором Несколько Говорит Что когда Человек Опозор Он делее Так как будто Я его убил Что Мазаман Пытается Объяснить Почему Нельзя нарушить Субботу Если вы знаете Что такое Нарушить Субботу Вы логически Опять-таки Логически К сожалению Такое Случится Мы не имеем Права Нарушить Субботу Но Сколько Не обидеть Не нарушить Не опозорить Даже когда Человек На 100% Прав Не прав Между прочим У меня Шентильной Главе Написано Что И не будет Спора Кокорах И Мойши Не будет Спора Кокорах Его Общины Некоторые Говорят Что это Был Вопресс Надо Избегать Ссор Некоторые Говорят Что такого Спора Больше Не будет Потому что Здесь Мойшер Был на 100% Прав Скоро Был на 100% Не прав Такого Ссора Такой Ссор Никогда Больше Не будет В любом Ссоре Это может Ссора Между мужем И женой Это может Ссора Между учеником И учителем Это может Между родителями И детьми Между двумя Родинами Двумя Не важно Любая Ссора Я Я прав Я прав Любой Ссоре Обычно Можно 100% Прав Можно 90% Никогда Такого Не важно На 100% Прав Ссор Написано А это Перетека Черт Вот знаете Я Вот я Давайте вспомним В двух словах Что произошло Как Короху Удалось Эту ссору Начать Он взял Сказал людям Что я за вас Я хочу вам помочь Он взял Своих соседей Надо знать Где вы живете Он им сказал Что вас обманули И так далее И он сказал Я это делаю Во имя небес Очень страшно Когда люди Делают что-то Во имя небес Как определить Эту во имя небес Если люди продолжают Друга любить И дружить Тогда это во имя небес Когда люди наоборот Пытаются Помочь друг другу И так далее Когда это показывает Во имя небес И человек Чтобы избежать Этих махлойкистов Надо помнить Что иногда Очень хорошо Если у тебя Нос доложен Не искать Махлойкистов Игнорировать Надо помнить Что есть Бог Который иногда Просто тебе показывает Красный Сейчас тебе не надо ехать Подожди Вот я не проеду Вот ты поедешь Надо это знать Надо помнить Про миндальные орехи Которые сначала Очень все сладко Все так здорово А потом Очень неприятно И даже Когда человек прав Не может быть Такой на 100% Но никто Ему не дает Право Кого-то позорить На кого-то кричать На кого-то унижать И человек Себя должен знать Последствия Махлойкистов И да Бог точно так же Написано Что храм был разрушен Из-за Махлойкистов Храм был разрушен И на ссоры Чем больше И евреев дружба Чем больше Друга помогает Чем больше Мы молчим Когда мы хотим Что-то сказать Дай Бог Действительно В этом году Чтобы уже таки Не надо было Спаститься 9 авгу Действительно Храм Вернулись Строили Чтобы действительно Написано Что левиты Потомки Короха Они будут петь в храме Ориентин говорит Что на самом деле Короха Потомки Короха Это большой царик Его потомки будут петь в храме Дай Бог Что мы дожили Чтобы это все случилось В наше время Всего хорошего Спасибо за внимание Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok